ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, так, конечно, без контекста не очень понятно, чем вы занимаетесь, особенно по видео. Поэтому надо объяснять. Добрый день. В этот прекрасный майский день, сегодня 2 мая, мы со студентами и преподавателями биологического факультета чистили этот пруд. Зачем же мы это делали? Мы чистили его для того, чтобы сохранить уникальную популяцию тритона обыкновенного, который живет прямо в этом пруду в центре Петербурга. Наша задача была максимально аккуратно убрать старые листья, ветки, мусор. Ну и мы не случайно интересуемся хвостатыми амфибиями, не случайно интересуемся саламандрами, поскольку многие из нашего палеонтологического коллектива ими занимаются. И недавно вышла статья совершенно замечательная, посвященная метаморфозу у темноспондил, а это та группа, внутри которой появились саламандры, да и все современные амфибии, которые называются лисамфибиями. Вся группа современных амфибий объединяется в одну кладу лисамфибий. Так что мы сейчас переместимся из этого замечательного университетского пруда уже в аудиторию и обсудим статью про метаморфоз, эволюцию личиночной стадии у темноспондил. Идем! Дорогие друзья, перенесемся из прекрасного университетского пруда в нашу замечательную аудиторию и попробуем с вами продолжить разговор про современных амфибий, про несовременных амфибий. И самое важное про явление, которое характеризует большинство современных амфибий. Это явление называется метаморфоз. Статья, которую мы приберегли для вас, она вышла не в мае, она вышла в апреле. Ну, хотелось как-то ее обсудить в связке с нашей активностью по спасению тритонов. Статья Райнера Шоха и Флорио Витцмана. Флорин Витцман – это наш большой друг, который работает в Берлине и занимается как раз в основном ископаемыми амфибиями. Статья, посвященная эволюции личиночной стадии, по сути дела, личинки у темноспондил, древней группы амфибий и появления современного амфибийного метаморфоза. Давайте вспомним буквально уровень школьной программы. Современные амфибии – лягушки, саламандры. Характеризуются наличием важного этапа в жизни, который называется метаморфоз. Есть личинка с целым комплексом личиночных признаков, потом происходит трансформация в серьезную перестройку организма, и мы получаем вместо водной личинки наземную стадию. Что в этом обзоре, что в этой статье донесено до читателей? Ну, во-первых, обсуждаются личинки. Мы, если вспомним первых тетропод, примитивных рептилиаморф – это линия, которая привела к появлению амниот, то есть наземных позвоночных, древних амфибий, например, темноспондил, для всех нехарактерно наличие водной стадии, ранней водной стадии, которая похожа на современных личинок саламандр. Чем характеризуются личинки современных саламандр? Ну, мы давайте рассмотрим не на личинке, но на форме, которая является неотеником, неотенической, и сохраняет личиночные черты в течение всей жизни. Это североамериканский протей, род Некторус. Во-первых, может быть, кто-то аксолотли держал? Ну, тогда вам будет гораздо проще. Наружные жабры – красные, насыщенные кровью, орган дыхания. Во-вторых, жабры внутренние и, соответственно, жаберное отверстие вот где-то в этой области. Но и третий очень важный момент, который характеризует личинку – это то, что она питается в воде. Каким образом питаются личинки современных амфибий, например, саламандр? Как питались древние личинки, например, темноспондил, древних амфибий, они открывали рот и всасывали жертву вместе с током воды. Соответственно, должен быть развит жаберный аппарат – специальная система окостенения, в которой крепятся мышцы, которая опускается и создает всасывающий момент. Так что личинка характеризуется водным питанием – наружными жабрами, внутренними жабрами и жаберными щелями. Всё достаточно просто. И такие личинки, в общем-то, найдены, как я уже сказал, и для примитивных тетропод, древних амфибий и даже для линий, которая привела к появлению наземных позвоночных амниотов. Например, сеймуриаморфы обладали типичной личинкой с наружными жабрами, жаберными отверстиями и так далее, и так далее. Соответственно, если мы наблюдаем, как развивались те же самые темноспондилы, древние амфибии, то коллеги выделяют аж 8 стадий. Стадии выделяются по определённым окостенениям, появлению определённых костей. Сначала там костей нижней челюсти и верхней челюсти, и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до окостенения мозговой коробки, хрящей, которые находятся внутри головы. Соответственно, вот эти 8 стадий – это максимум, который выделен для древних амфибий. Понятное дело, что личинка растёт, у неё появляются новые кости, дальше оно превращается во взрослое животное, то есть происходит метаморфоз. А как поймать вот этот момент метаморфоза и что такое метаморфоз? Авторы исследования обобщают данные про амфибийные метаморфозы и делают вывод. Метаморфозов бывает три. Иногда это комбинации, иногда исключительно один из вариантов. Первое – это экологический метаморфоз. Какое бы ни было строение, важен момент, когда меняется среда обитания. Если водная, то это личиночная стадия, как только на сушу, то это уже наземная стадия. И мы понимаем, что вот этот жаберный аппарат, он преобразуется. Всасывающий механизм питания невозможен на суше. А второй момент – жабры, например, наружные жабры, не будут функционировать на суше. Значит, нужны лёгкие. Переход от водной среды обитания к наземной и есть метаморфоз. Второй момент – выход на сушу может быть очень поздно в индивидуальном развитии, но при этом мы видим, как меняется морфология. Вот эти личиночные черты исчезают, появляются черты наземной стадии, и мы имеем дело с морфологическим метаморфозом. Отслеживаем просто изменения вот этих признаков, связанных с переходом в наземную среду. Значит, бывает экологический метаморфоз, морфологический метаморфоз. Но если мы посмотрим на современных саламандр или на современных лягушек, то у них, естественно, есть личиночная стадия, есть взрослая стадия, есть смена среды обитания. То есть мы видим, что и экологический метаморфоз, и, конечно же, морфологический. Но вот это вот время метаморфоза, оно очень короткое. За один сезон. Буквально вот так. Такой метаморфоз можно назвать, ну давайте назовем его катастрофическим, очень быстрым. Это третий вариант метаморфоза. Соответственно, для современных амфибий характерен очень быстрый метаморфоз, катастрофический. Для более древних амфибий был характерен либо растянутый морфологический метаморфоз, который мог быть сопряжен и, естественно, был сопряжен со сменой среды обитания. То есть это экологический метаморфоз. Таким образом, коллеги наконец-то дают определение метаморфозов. Они показывают, в каких группах темноспондил, вот этих древних амфибий, какие варианты метаморфоза встречались. И когда впервые появился метаморфоз современного амфибийного типа, вот этот катастрофический метаморфоз, он появился в группе темноспондил, которые называются десерафоиды. Они стали маленькими, у них часть вот этих вот стадий, поздних стадий, 7-8, практически исчезли, кости черепа не деформировались. Если мы посмотрим на типичного темноспондила, немелко, в ней десерафоиды, мы увидим полный вариант количества костей, крыша черепа обширная. Смотрим на какую-нибудь современную амфибию, там костей очень немного. Так что сокращение стадий, катастрофический метаморфоз и появление явления, которое называется нетония. По сути дела, размножение на личиночной стадии. Всё это появилось на уровне мелких темноспондил из группы десерафоидов и досталось по наследству замечательным современным амфибиям. Ну что, поехали дальше. Мы очень любим амфибий, но куда ж без динозавров. И делаем большой шаг и обсуждаем свежие статьи по динозаврам. Наверное, наиболее резонансная статья, которая касается именно этой группы архозавров. Я говорю сейчас про динозавров. Статья, которая посвящена появлению теплокровности эндотермии по типу, как мы наблюдаем у птиц, на уровне раннеюрских динозавров. По-другому, можно сказать, в статье коллектив авторов утверждает. Первое. Теплокровность у динозавров была широко распространена. Ну, это ничего удивительного. Второй момент. Динозавры жили в условиях различного климата. И, собственно, такой научный бэкграунд этой статьи – это анализ, какие динозавры в каком климате жили, как они зависели от температуры, как они зависели от некоторых других климатических параметров. Оказалось, что ниши, которые занимали динозавры, действительно были разные. Это момент мы уже с вами проговорили. Второй момент. Выяснено было, что хищные динозавры, тераподы и орнетисхи, они, в принципе, могли населять более холодные биотопы, холодные экосистемы. Соответственно, это косвенное свидетельство о том, что они были теплокровными. Когда появилась эта теплокровность? Ну, по всей видимости, в ранней Юре. Там было очень важное событие, такое аноксическое. Когда в океане очень было мало кислорода, это отразилось и на суше, перестройка экосистем, и тогда, собственно, часть динозавров, по крайней мере, терапода и птицитазовые динозавры, точно приобрели теплокровность. По крайней мере, так говорят авторы этого исследования. Но давайте вспомним самых крупных динозавров – завропод. Они демонстрируют несколько другую зависимость от климатических факторов, и, соответственно, демонстрируют немножко другое распространение. Завроподы обитали в теплых экосистемах. Не заходили в полярные шервоты, например, так серьезно. Не обитали в тех местах, где было холодно. Какой делают вывод авторы? Ну, скорее всего, это были теплокровные животные. Но их теплокровность совершенно другого типа, нежели у птиц. Они не могли постоянно поддерживать свою температуру тела. Тераподы и птицитазовые динозавры – как птицы. Завроподы, ну, скорее всего, поэкилотермные животные, зависящие от окружающей среды. Еще одна, получается, публикация, еще одно исследование по терморегуляции, термофизиологии динозавров. Интересное исследование и, опять же, интересная связь с климатом. Ну, мы видим, что потихоньку какая-то мозаика физиологических особенностей, связанных с поддержанием температуры тела, то есть с теплокровностью, она не то чтобы складывается, она намечается. Мы видим, что динозавры многие были теплокровными. Какая у них была теплокровность, зачастую непонятно. Часть динозавров, согласно предыдущим исследованиям, ну, были скорее холоднокровными, например, те же самые стегозавры. Картина пока не складывается общая, но многое уже становится понятным. По крайней мере, в том, что хищные динозавры и тераподы были теплокровными, практически никто не сомневается. Продолжаем тему динозавров. И, конечно же, мы не могли обойти нашим вниманием статью, где первым автором является Александр Олегович Иверианов. Статья посвящена описанию нового хищного динозавра, нового терапода из нижнемеловых отложений Кузбасса Кемеровской области. Статья называется «Последний циротозавр Азии. Новый наазаврит из раннемелового Великого Сибирского рефугиума». В коллективе авторов присутствует знакомый многим Андрей Анатольевич Атучин. Я думаю, что его иллюстрации, его палео-иллюстрации известны всем вам. Также в коллективе авторов присутствуют сотрудники Кузбатского краеведческого музея. Новость об этом новом хищном динозавре прошла ещё в конце прошлого лета. Наши коллеги из Кузбатского краеведческого музея на берегу речки Кия, это рядом с деревней Шестакова, обнаружили большой блок песчаника. В этом куске песчаника были обнаружены кости хищного динозавра. Но то, что в окрестностях деревни Шестакова в породах элекской свиты, а элекская свита датируется началом мелового периода, то, что в породах элекской свиты находят динозавров, для вас не должно быть новостью. Именно из отложений элекской свиты известен пситокозавр сибирский, сибиротитан, и то, что был найден новый хищный динозавр, именно в этих породах, ну, это было ожидаемо. Вопрос был, когда. Да, повезло, когда начали расчищать остатки этого хищного динозавра чуть-чуть по поверхности. Оказалось, что там нога в анатомическом сочленении. Стал вопрос, а может быть там вообще целый скелет или значительная часть скелета? Фрагмент породы с ногою был перевезен в Кемерово. Далее прошло буквально пару месяцев, кусок песчаника высох, стал гораздо легче, и дальше его начали изучать при помощи компьютерной томографии. Ведь как узнать, что же внутри? Запихнуть в томограф. Слава богу, нашлась клиника в Кемерово, и томография была сделана. К сожалению, костей внутри блока песчаника обнаружено не было. Так что всё, что мы имеем, это задние конечности, позвонок, пояс конечностей передних и плечевая кость. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы понять, что перед нами новый хищный динозавр. Какой же это хищный динозавр? Когда смотрели на снимки, первые снимки ноги, стало понятно, что это быстро бегающее создание. Каким образом это стало понятно? Если мы посмотрим с вами... Так, в темноспондил плыви отсюда. Ты тоже плывёшь. Каким образом понять, что перед нами бегающее или не бегающее создание? Естественно, хищные динозавры – это тераподы, современные тераподы, современные хищные динозавры – это птицы. И логично будет посмотреть на скелет птицы. Нас интересует вот эта часть. Это задняя конечность. Бедренная кость. Бедро. Она у нас тоже с вами есть. Это коленка. Дальше голень. А дальше и сложный элемент, который называется цевка. Цевка образована слиянием костей плюсной и предплюсной. Когда люди, далёкие от биологии, смотрят на птиц, я сам такое наблюдал, когда родители, показывая птицу малышу, говорят, смотри, малыш, птицы-то коленочки назад. И показывают вот на этот сустав. Это неправильно. Это сустав между, в общем-то, голенью и цевкой. Колено у птиц здесь, и оно направлено вперёд, как у нас с вами. Тут всё нормально. Давайте посмотрим ещё раз на эту самую цевку. Цевка у небегающих птиц достаточно короткая. У быстробегающих птиц цевка очень длинная. Сейчас я вам покажу в первый раз. Ногу страуса. Ну, нога-то это не полная, это всё цевка. Понятное дело, что вот здесь была голень, и здесь где-то было бедро. Но какая длинная цевка, да? Соответственно, удлинённая кости голени, удлинённая цевка – это адаптация к быстрому бегу. Длинная задняя нога. Это первое, что бросилось в глаза, когда начали изучать Ки, вот этого нового хищного динозавра, найденного на берегу речки Ки. То, что у него длинная задняя нога и длинная цевка. Но мы знаем, что бегающих терапот было много. Причём в разных группах появлялись эти самые бегуны. Вспомните, орнитомимозавры. Даже можно сузить орнитомимиды, страусоподобные динозавры. Быстро бегали, быстро бегали, длинная задняя конечность, длинная голень, длинная цевка. Но вот такое устройство ноги с длинной цевкой, например, появлялось и на уровне очень примитивных хищных динозавров, на уровне цератозавров. Отдельное семейство цератозавров, ноазавриды, как раз приобретали эти черты строения, адаптации к быстрому бегу. Например, вспомним лимузавра. Это поздний юрский быстробегущий цератозавр, найденный в Китае. Так вот, когда присмотрелись, кстати, первым на это обратил внимание как раз Андрей Анатольевич Атучин, когда присмотрели к строению задней ноги, стало понятно, что перед нами похоже, что цератозавр. Что интересно, цератозавры-то в Азии как раз существовали до конца юрского времени, а в милу никаких цератозавров, похоже, что не было. По крайней мере, такая идея была. Никто не находил цератозавров в нижнемеловых отложениях Азии. И тут, ба-бам, цератозавр был найден. Между последним юрским цератозавром, найденным в Китае, и нашим шестаковским цератозавром почти 40 миллионов лет. Сразу возник вопрос, ну а как же он выжил? А может быть, это реликт? Ну похоже, что реликтовая для раннего мела форма. Ну и тут мы вспомнили про наш любимый Великий Сибирский рефугиум. Да, это территория, где юрские реликты прекрасно переживали границу юры и мела и существовали в начале мелового периода прямо на территории Сибири. Мы знаем такие примеры в фауне Шестакова в раннемеловой и в раннемеловой фауне ТТ, это Якутия. Очень примитивные, например, саламандры. Примитивная мамалия морфы, группа третилодонтида. Там один род, который известен с середины юрского периода, вот до раннего мела, стереогнат. И он найден в Шестакова и в ТТ. Очень примитивные, как я сказал, саламандры, которые, в общем-то, обнаружены в юрских отложениях. И когда нашли вот этого нового хищного динозавра, ну похоже, что он тоже реликт. Великий Сибирский рефугиум, территория, где не было особых климатических изменений, не было катастрофических событий, позволило выжить многим позвоночным юрского происхождения. Так что новый обитатель раннемелового великого сибирского рефугиума. Ну вроде бы пришло время назвать его. Кия Курсер – родовое название. Кия – это речка, Курсер – это бегун. Такое родовое название подчеркивает как раз адаптацию к быстрому бегу. Ну и теперь давайте вспомним, какая самая такая яркая черта Кия Курсера – длинная задняя конечность. И видовое название Кия Курсера – Лонгипес. Длинноногий можно перевести. Кия Курсер – Лонгипес. Последний циратозавр Азии. Циратозавр из Великого Сибирского рефугиума. Когда присмотрелись очень детально к строению цевки, оказалось, что она наиболее близка как раз к страусам. По сути дела, независимо, естественно, от современных страусов, у Кия Курсера появилась цевка со страусиной морфологией. Это удивительная вещь. Мы говорим про эволюцию, про то, что признаки сходные появляются в разных группах. Ну пожалуйста, еще один пример. У страуса цевка устроена определенным образом. И также страусоподобно она была устроена у быстрого бегуна с речки Кия. Я думаю, что мы уже привыкли к находкам динозавров и других интересных мезозойских позвоночных, обнаруженных на территории Сибири. Но возникает вопрос, да, а что же можно найти-то интересного на территории европейской части России? И буквально в мае вышло две статьи, посвященные как раз позвоночным, ископаемым позвоночным, найденным на территории европейской части России. Первая статья посвящена среднеюрским морским рептилиям. Первый автор статьи наш друг, коллега Николай Геннадьевич Зверяков. И в статье описаны находки различных морских рептилий в территории европейской части России. В данной статье, конечно, описаны не все юрские находки, не все юрские находки морских рептилий, только находки определенного возраста. Я уже сказал, что это средняя юра, а возраст – киловейский век, киловик. И таких находок достаточно много, и принадлежат эти находки таким морским рептилиям, как плезиозавры, ихтиозавры и крокодиломорфы из группы Талатазухи. Прекрасный обзор, много чего интересного можно там для себя почерпнуть. Если вы вообще интересуетесь палеонтологией России, палеонтологией европейской части, что можно найти недалеко от Москвы, допустим, то эта статья для вас. Посмотрите, она в открытом доступе, что можно обнаружить по морским рептилиям в европейской части России. Другая статья. Первый автор – Александр Сергеевич Бакаев с коллективом авторов. Есть коллеги из палеонтологического института, и не только, есть иностранные коллеги. И статья посвящена средней и поздней пермским рыбам. Это примитивные лучеперые рыбы из группы Эвринотоидиды. Это такое семейство. Интересно это семейство тем, что его представители демонстрируют очень необычную зубную систему. Если вас спросят, как выглядят зубы рыбы, первое, что приходит в голову, давайте щуку вспомним. Либо судака. Это такие острые зубы. Ну хорошо, а если рыба питается растительностью? Конечно, всплываются в голове современные карпы, у которых вообще на челюстях зубов нет, но есть глоточные зубы. Ну а дальше становится сложно. Тем не менее, у многих растительноядных современных рыб, например, из группы цихлит, зубы присутствуют, но они не одновершинные, а многовершинные. Очень интересная морфология. И абсолютно такая же морфология была отмечена для этой группы средней, поздней пермских лучеперых рыб, найденных на территории европейской части России. Прекрасная статья. Я вообще очень люблю статьи, где подробно описана морфология. Много фотографий, много иллюстраций. Это какая-то фантастика, а не зубы. Смотришь на эту улыбку, страшно становится. Вот такая многобугорчатость в строении зубов, она характерна не только для растительноядных рыб. Я, когда читал статью, думал, где-то я похожую уже видел, но среди амфибий. На самом деле, мы сегодня говорили про темноспондил, про метаморфоз. Есть мелкие неотенические десерафоидные амфибии. Это род Тунгусагиринус, найденный на Нижней Тунгуске. Это Красноярский край, Венкия. Так вот, он очень был маленьким, и зубы у него тоже были многовершинные. Именно такое строение коронки, многобугорчатое, похожее на гребёнку, позволило сделать предположение, что вот эти мелкие десерафоидные амфибии, Тунгусагиринусы, тоже питались растительной пищей. Но возвращаемся к нашим замечательным рыбам. Вот у них растительная ядность тоже показана. Таким образом, лучепёрые рыбы в пермское время, в пермском периоде, уже демонстрировали совершенно разные стратегии в плане питания. И некоторые из них были растительноядными. Рекомендую. Замечательная статья, тоже в открытом доступе. Посмотрите, как могут выглядеть зубы древних лучепёров рыб. Следующая статья. Я буквально пару слов скажу про каждую из них. Ну, их можно разделить на две группы. Первая – это кожа. Вторая группа статей – это привет из Гондваны. Так вот, статьи про кожу. Первая статья посвящена структуре кожи динозавра, хорошо известного вам, хорошо известного нам. Это динозавр, который носит название пситокозавр. В том же Шестакова, в нижнемеловых отложениях лекской свиты, находят остатки пситокозавра сибирского. Но это только кости. И мы знаем, что в Китае тоже жили пситокозавры, и там находят отпечатки. Отпечатки мягких тканей, в том числе отпечатки хвоста с переподобными образованиями, отпечатки клаки. Для пситокозавров известна окраска. Сверху более тёмная часть, снизу более светлая. Всё это известно по уникальным находкам из Китая. И очередная находка – отпечаток мягких тканей пситокозавра, отпечатки кожи. Пситокозавры посмотрели строение этой кожи, там даже те же слои, что и у современных рептилий. И оказалось, что строение кожи в районе брюха, там, где никаких переподобных образований не было, один в один с современными рептилиями. Плотная кератинизированная кожа. Так что мы знаем, что там, где перьев не было, была типичная рептилийная кожа. Вот у пситокозавров это показано. Правда, авторы делают вывод, что там, где перья были, там была типичная птичья кожа. Хотя никакого гистологического исследования той части хвоста, где торчат переподобные образования, проведено не было. Так что предположение такое. Вот по факту на брюхе рептилийная кожа, ну и, возможно, в районе хвоста, или там, где были другие переподобные образования, возможные, там птичья кожа. Вторая статья про кожу, это уже лягушка, эоценовая, то есть это клинозой, найденная в Германии, прекрасная сохранность. Сделали тоже срез, увидели аж два уровня. Двухслойная кожа, в первом слое меланосомы, мы знаем, что это такие органоиды, которые ответственны за окраску. Ну и, конечно же, авторы этого исследования, во-первых, сравнили с кожей современных лягушек, да, тут никаких сюрпризов не было. И значительный блок в этом исследовании посвящен тофономии, то есть как кожа могла сохраниться. И тут большая часть статьи посвящена как раз процессам химическим. На каком этапе, например, на каком этапе соединения серы позволили сохраниться первым слоем с меланосомами, когда фосфаты подключились и помогли сохраниться более глубоким слоем кожи. Прекрасная статья, гипотеза, как это всё могло сохраниться. Так что, если вас интересуют необычные варианты сохранности, как мягкие ткани могут сохраняться в ископаемом летописи, то посмотрите эту статью тоже. Теперь про привет из Гондваны. Две статьи. Обе статьи посвящены позднемеловым позвоночным. Но начну я со статьи, которая посвящена находкам млекопитающих из верхней меловых отложений Австралии. И в одном из местонахождений обнаружено аж 6 видов однопроходных. Фантастическая фауна млекопитающих и исключительно однопроходная. Проанализировали, увидели, что это действительно разные виды, поняли, что разнообразие однопроходных в конце мелового периода было фантастическим на территории Австралии. Некоторые из этих однопроходных это ближайшие родственники утконосов и у них были зубы. И дальше идёт обсуждение, а на каком этапе утконосы утратили зубы. Мы же знаем, что у взрослых утконосов зубов нет. Но во время развития утконоса на ранних этапах зубы закладываются, но они не прорезаются и резорбируются. Это такое эволюционное наследие. Учёные давно знали, что зубы у утконосов когда-то были. Так вот, теперь есть такая вот временная привязка. Утконосы утратили зубы совсем недавно, в плистоцене. И, возможно, это было связано с тем, что они попытались развести свои экологические ниши с некоторыми грызунами. Освоили такую интересную экологическую нишу, утратили зубы, приобрели клюв и целый комплекс адаптаций к питанию беспозвоночными в водной среде. Так что зубы были утрачены утконосами совсем недавно. И последняя статья это самый южный комплекс липидозавров на Земле. Ископаемый, конечно, комплекс. В верхнемеловых отложениях Аргентины это Патагония. Из отложений самого конца мелового периода это интервал временной, который называется Маастрихт, Маастрихский век, обнаружен комплекс липидозавров. Кто такие липидозавры? Это ветвь диапсидных рептилий, которая объединяет современных чешуйчатых, это ящерицы и змеи, и клювоголовых. Единственный представитель Готерия. Так вот, вот этот самый южный комплекс, южнее не находили, южнее уже полюс, включал в себя по сути дела Готерию, клювоголовых, и из чешуйчатых четыре вида змей. Очень интересная особенность этого комплекса клювоголовый и змею. Ящериц обнаружено не было. Вот такой особый облик самого южного комплекса лепидозавров из конца мелового периода, ну, он удивляет. Но сравнить-то особо не с чем. Другие позднемеловые комплексы из Гондваны, ну, с тех широт, южных совсем широт, они просто неизвестны. Так что, отметили для себя необычный комплекс, необычный состав фауны лепидозавров, запомнили, ждём новых в мае, кроме чтения интересных статей, написания собственных статей, много времени уделялось написанию выпускных квалификационных работ. Некоторые члены нашего коллектива заканчивают бакалавриат и для тех, кто заканчивает университет, необходимо написать выпускную квалификационную работу. Так что, у нас написаны палеонтологические работы и скорозащиты. Давайте пожелаем нашим студентам ни пуха, ни пера. Ну, к чёрту. К чёрту. Давайте пожелаем нашим студентам ни пуха, ни пера. В июне мы ждём, ну, во-первых, поездок. Начнутся первые экспедиционные работы, традиционный выезд в начале июня на Дивон. В конце июня часть членов нашего коллектива будет участвовать в замечательном симпозиуме в рамках большого фестиваля под названием Динатера. Прямо в Шестаково будет поставлена сцена, где будут петь артисты, а неподалёку на местонахождение Шестаково-3 будет проходить научный симпозиум. И там некоторые члены нашего коллектива сделают научные доклады. Так что выезд на Дивон, участие в Динатере и подготовка к более крупным экспедициям. Пока я не буду говорить где у нас будут экспедиции, пусть это будет некой тайной. Об этом мы сообщим в июне. Лето наступило, птицы поют, по-другому можно сказать, что динозавры поют, солнце светит, давайте проживём нашу жизнь достойно. В окрестностях деревни Шестакова обнажаются породы. Ух ты! Какие обнажённые породы. 18+, обнажение пород. Та-да-та-та-та-та-та-та-та-та Эммануэй та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Когда начали расчищать блок именно такое строение коронки многобор бры-бы в окрестно не что-либо В По крайней мере, в том, что птицы С полностью появилась СФК СО СТ в В Я уже не помню, к чему я это говорю. Саламан, это грустная история. Статья, которую мы приберем. Что нас ждет в июне? Кроме того, что лето, хотя лето пришло неожиданно, после всяких жутких заморозков в начале мая. Весь огород перемерз. Извините, пожалуйста. После заморозков в начале мая... Я же забыл, что ли. Весь огород перемерз. Весь огород перемерз. Варвард, у нас чай на поле? Да. Да, если чай найдем, то... На кафедру, да? На кафедру надо. Да, там закрыто, конечно. Ну, сейчас, сейчас подойдем. Сейчас подойдем. Вы меня дождите, у меня еда в рюкзаке. Да. Фух, сейчас уже... Папа муль. Хорошо.